всем здрасте да это как-то я ростелекот и как говорится анатолий гонец с вашего позволения я конечно же закурю я понимаю что курение вредить здоровую и вся эта фигня но то что если не хочу вам рассказать не знаю может появить кого-то кинет шок может еще что-то в далеком как говорится прошлом да когда я жил в беларуси и мне еще не на у меня еще никого не было ни жены ни детей вот я как-то свое время а еще учился как говорится еще говорить еще учился пока что и вот надо было мне как говорится приехать в надым как говорится к родителям в гости либо же на новый год там короче какая-то фигня была вот мать мне короче как говорится отправила деньги на карту положила сказать сказала типа езжай в рослах там снимешь деньги купишься билет как говорится до на дыма и приедешь гости к нам на новый год но я такой хорошо думаю хоть в гости смотаюсь да но в принципе над ими не было такой ладно все нормально все поправимо у меня четком времени был нокия тиксу писать меня был телефон nokia 3310 я им хорошо пользовался и принципе я не жалею что даже им пользовался вот чему и суть того встал я как говорится как всегда очень рано в 5 утра чтоб сесть на автобусе ехать в рослах до туда мне короче говоря дали деньги чтобы доехать это все отлично все превосходного ехал я в рослах думал сейчас вон на сберкасса думаю нас сейчас ходи деньги снять чё ж вы думаете хуйнаны мне не то что я не попал в сберкассу да и сберкассу я попал все отлично пытался я как говорится снять деньги прихожу я хочу снять денежки мне надо просто кое-что купить и вот я решил так вам прийти и вот эта карта она мне нога извините но ваша карта не действительно уже и она в принципе заблокирована вот тут я как говорится присел на опу яру да как так он мать деньги вы положил туда и помните подделать ничего не можем вам надо приехать тот регион где вы как говорится о форме делали эту карту себе я ногой недолго думая слышны чем владимир хоть блять за 39 земель в основе себе карту вы же блять сбербанки или нет ладно хуй с ним ну и как говорится как у латыша сходим не денег за душой нихуя нету я в рославле думал блять держ взять хотя бы билет на обратную дорогу сижу на автостанции бля тут мне захотелось реально закурить смотрю мужик курить а к нему подхожу мужик гости сигареты пожалуйста ну и зажигалка есть несложно он такой ладно угостил меня сигареты заждал зажигалку я ему даже подкурил зажигалку отдал сигарету если конечно ему не отдавал души сам путь хочу очень жестко ладно закурил я и думаю блять надо что-то сука делать надо же блять как-то выбираться отсюда и топать домой ну ладно думал 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 блять наша россия у меня российский паспорт а дай-ка я подойду к нашим этим доблестным на то время уже еще были милиционеры это только потом уже из милиционеров взяли полицию полисменов но это ерунда кожа думаю такой дай-ка я по подойду к этим милиционерам поговорю с ними объясню ситуацию чтобы блять может хотя бы они меня на автобус грубо говоря посадить до беларуси отправят подхожу к одному и объясняю ситуацию здравствуйте ну коль здрасьте и выслушайте как можно до беларуси добраться на автобусе блять просто меня такая данная ситуация то что я не могу уехать отсюда у меня нет ни денег ни хрена нету то бишь за что-то платить же надо логику улавливайте такой ну да улавливаю может вы мне чем поможете она уходя мы не знаю это до российской границы хотя бы довезите я бешком уже дойду мне не трудно хотя бы срослый до беларуси и получать надо им до того город где я живу точнее жил 85 километров ну извините я ничем помочь не могу вам харя такая здоровая здоровая харище блять здоровая просто пиздец как моих две головы ну думаю ладно хуй с тобой она подавать я вас пойдемте в опорный пункт вас оформлю услышишь меня за за что оформлять я что пьяный угрожая кому-то что-то любили что-то натворил но мне надо форме яру смысл смысле оформить а не катился б ты рак об отсюда блин оформить я понимаю если дни слова пошли в опорный пункт эти чем помогу даканами на хрена тогда да я все пошел бы оформить за что меня оформлять то что беспризорный да нет у меня есть советский паспорт литме я слышал совершеннолетний все отлично ладно хуй с ним с этого проехали ну блять думаю что дальше делать в итоге грубо говоря я просто вышел на трассу и почапал по трассе пешком ехала куча машин ехала блять не столько народу видели видели что я шел я их пытал я их тормозил ни одна машина меня не остановилась и не довезла даже хрен с ним до российской горой до российской границы да не довезла ладно хуй с ним а уже начинают я смотрю нужно меня автобус короче уже тоже был пролетел просто мимо меня я хотели ему показывали дну блюдо становись чуваки даете объясню всю ситуацию хотя бы дарать до беларуси не довези я тебе хоть с утра деньги привели приведу принесу отдам или как-нибудь с тобой словлюсь и отдам тебе деньги в беларуси хуй у меня тоже не подобрал он даже не остановился не то что блять он тормознул нет он ему до лампочки но в итоге как говорится начал уже смеркаться темнеть и я кое-каким боком короче добрался до российской границы а это пиздец ним не маленький не ближний путь это была полная жопа ладно я добрался до российской границы это примерно по часам было уже часов 8 9 вечера стою на российской я блять границы между получается рославля и белоруссии потому что потом уже когда я вышел за россию выше вышлю выйду когда я вышел уже за российскую границу да эта граница ничья хоть обстреляйте там хоть еще что-то вытворяйте ни те ни другие не имею права там вообще трогать фишка стою я на границе до уперся об стол подходит ко мне мен на то время милиционер мент до лампочки и говорить не такую фигню слышь парень уёбывай нахуй отсюда чё блять простите ты чё не понял меня русским словами и уходи нахрен отсюда и верну блин у меня хоть даже белорусской границы довезите дайте хоть до дома до груз пешком дойдешь и это говорит человек который служит служит в доблестной нашей милиции блять я тоже сейчас немножко как говорится так культурно подохуел короче только я зашел до запу вышел грубо говоря за пост вот этот грёбаный чтоб пройти стою блин возле еще одного другого уже другого столба туда мент уже не подходил потому что он плюнул на меня сломать с тобой это бы возиться даже не хочу стою такой и пытаюсь затормозить какую не хотя бы хоть какую-то машину останавливаться фура спасибо тому чуваку который меня тут во время довез есть он не знаю если вдруг он увидит данную видюшку ты помни и спасибо тебе большое чувак реально остановился подобрал как говорится я залез в эту куб этот кабину и мы доехали до белоруссии там в климовичах он остановился получается или не климович короче перед кричевом поможет что-то что-то там лишь у меня че что-то в что-то вроде такого остановился там с одним чуваком переговорил я обратно сел меня довезли грубо говоря до нужного места на до нужной остановочки где я попросил меня высадить я уже там думал сам дойду высадил я ногах стоять ходить идти не то что стоять я идти не мог я ковыляя как лошадь до четырех ногах уже грубо говоря и руки пошли в ход потому что я реально идти не мог у меня игры болели ну представьте пройти срослой до российской границы это буквально 50 километров пройти вот это расстояние не любой дурак сможет да и выдержит такое большое расстояние но фишка в том не только я домой добрался меня бабка давай с палками с вилками или совсем этой херней пиздить и спрашивает ты где сука шлялся веру где-где до до дома пытался добраться иди на хрен от меня я чё блин должен спокойно себе идти о сидеть просто ли и ждать когда у меня заберут она чё случилось вот так долго я думаю ты уже забухал с этими российскими деньгами ну да баб я конечно забухал как видишь да у меня нет ни денег ни хрена нету я билеты нихрена не купил и блять я еще лишь я еще кое-как добрался до дома я уже всех обзвонил от твоих друзей чтоб узнать где ты объяснил короче ситуацию звоню сюда току добрался до дома перекусил звоню домой получать сюда вы надо родителям объяснить ситуацию то что блять я не купил билеты и денег мне тоже не получил и дадут до дома я добрался кое-как вот и получается объяснил данную ситуацию и блять слава богу мне там потом мамка сказала я короче ладно на на рост на нашего родственника в москве короче отправлю деньги чтобы он тебе купил билет а ты главное доберись до москвы яру хорошо все окей вот на данном моменте короче вся история и вот только потом буквально через недели две у меня вам по училищу узнают что я пешком шароёбе до пешком топал срослых до белоруссии это было что-то с чем-то все подходили спрашивали бля ты чё реально что ли ходить шел пешком срослых до белоруссии этого нет блять я прикалываюсь конечно реально ну кто мало кто знает об этой ситуации надыми так точно такие об таких людей нету которые могли сока пройти как я я я реально обезбашенный тип так что не обижайтесь на меня если что так часто не выходит мои видосики всякая такая фигня стараюсь по сути всей возможности это все делать и по мере их поступления не только идейные мысли и слов и все это ерунды так что если же кому-то понравилось понравилась данная ситуация напишите комментарий в чай в комментарии под этим видео не знаю оцените видос как-нибудь если вам понравился и не знаю если хотите побольше таких интересных историй потому что они у меня их реально море как я ездил в концерт климанов климович и с рок-группой потом как мы с чуваком ездим в могилёв и я расскажу у меня это очень много смешных историй есть так что подписываемся ставим лайки комментируем ну но пока что нас на этом все всем спасибо всем пока